Вот опять выход шведского игрока, а один норм. И это Пярвис Венсен. Молодой талант шведского хоккея, который как-то растворился вчера на льду в полуфинале против сборной Чеки. Вновь напоминает о себе, здорово промчался по правому флангу и классно переиграл Эндроса, уложив шайбу в угол ворот. Ну надо сказать, что Димс это... Давайте посмотрим этот гол во-первых. Ну, как-то так защитник легко проиграл, вратарь так не поборолся. Что-то так прям свободно все ему дали сделать, как на тренировке. Но это очень талантливый парень Паярович. Очень талантливый. И вот он, я думаю, врывается в мировое, в общем-то, хоккей очень ярко. 91-го года рождения. Это хоккеист, то есть с 20 лет ему еще. 3-1, я бы сказал, даже. Бросок поворотом и Пустарсон стоит скалой. Но какой отскок! И 1-1! А вот теперь начнется самое интересное. Вот и седьмой и восьмой бросок. Знаете, я вам скажу, что вот этот персонаж, 29-й номер, кто такой? Почему не знаю, Александр Барта. Да. Он сейчас так по-мастерски сыграл. И это просто, если бы не знать, что это Барта, можно было бы подумать, что это Малкин или Датсу. А почему, если знаешь, что это Барта, он не может хорошо сыграть? Ну, он здесь не должен тогда играть, он где-то в другом месте должен играть. Нет, ну обязательно за один момент человек должен. Но где в другом месте? Я и говорю, вот в этом моменте он сыграл как очень большой мастер. Давайте посмотрим. Посмотрите на эту паузу. Посмотрите. Раз, два, три. Получите. Вот это тот случай, о котором вы, Сергей, говорите. У Пустарсона не было шансов. Он боролся до конца. Но! Такой мастерюбой здесь оказался. Но вот посмотрите на действия игроков шведской команды, которые возвращались оборудоваться по дальнему борту и разогнать им эту контратакову. О! Вот это да! А как она там оказалась? Сверх неожиданно для немецкой команды. Резкий бросок. И не видел, скорее всего... Может, отправление было? Эдроссен, наверное, не видел. Давай сейчас посмотрим. Йонас Андерсон становится автором этой заброшенной шайбы. Для него это тоже пятый гол. Он пускается в погоду за Пиар-Вис Венсеном. Ну, на Эндроса просто больно смотреть, что же здесь произошло. Один из игроков шведской команды, приехавший на пизачок. Вообще такое впечатление, что по красному сигналу сориентировался, что взятие ворот состоялось. Нет? Похоже, просто между щитков у Эндроса шайба так незатейливо пролетела. Да, так и было. Был ли как предшествовал ли этому взять в ворот какой-то рикошет? Не было никакого рикошета. Как это часто бывает. Основнее его оппонентом первым там, по-моему, является. Ой-ой-ой. Опа, потерял Кустов Санта-Шайбу из виду. Но там, на его счастье, никого рядом не оказалось. Ну и 3-1. 3-1, да. Представляете, защитник там, да? Он делал все, чтобы он, в принципе, конечно, бы в другой ситуации, может, из дона выкатился, чтобы гарантированно оставить шайбу. А тут ничего не оставалось дела. Он рисковал. Очень неудачный для него отскок был. Ионас Андерсон, кстати, свою шестую шайбу на этом чемпионате забивает. Таким образом, выигрывает он команды соревнований снайперов. Ну, а на скамейке шведской сборной уже идут поздравления друг с другом с этим успехом. Ну, и такое впечатление, что между строк и прощание с Пентом Оки Густовсеном, который все-таки визит на вашу в историю со своей сборной, выиграл в 2006 году и Олимпийские игры, и чемпионат мира. Йоханссон, опять в случае голевую передачу.